Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день всем, дамы и господа. Большое спасибо за эту возможность рассказать о нашем партнерстве, о нашем проекте с Heritage World University, потому что это действительно потрясающий проект, и я уверена, что это действительно всего лишь начало долгого пути, мощного, активного, долгосрочного партнерства между нашими университетами. Итак, во-первых, я бы хотела сказать следующее. Мы решили выбрать именно Heritage World University, потому что есть ряд причин тому. Во-первых, я бы хотела сказать следующее. Мы не имели контактов ранее с этим университетом, ни с академической средой, ни с профессорами-преподавателями. Поэтому, когда мы узнали, что Британский совет открыл возможности таких грантов, мы решили поискать потенциальных партнеров в Великобритании и поискать этих партнеров в области высшего образования, оцениваясь на рейтинге. Мы выбрали 400 лучших университетов в мире и обнаружили в этом списке Херриот Водт. Вот какой сюрприз. Далее, мы больше узнали об этом университете. Единственное потрясающее университет, потому что это лучший университет по оценке студентов в Шотландии, по рейтингу студентов, и он входит в десятку лучших университетов в Великобритании. Поэтому мы подумали, а почему нет? Может, ответят, а может, и нет. И мы направили им электронное письмо и поняли, что их ключевым направлением деятельности является как раз то же самое, чем и мы занимаемся. То есть информационные технологии, механика, оптика и так далее. И поэтому первый этап – это выбор области исследования. То есть они одинаковые между нашими университетами. Далее, и вторая очень важная причина, почему мы выбрали именно Хэрриот Водт, потому что у них есть определенный опыт международной коммуникации с российскими университетами. Я знаю, что они активно сотрудничают с университетом Томска, и поэтому крайне важно, чтобы международный университет уже имел какое-то сотрудничество с российским партнером. То есть они знают, как работать. И они открыты для сотрудничества, они его не боятся. Несколько недель назад я ездила в Оксфорд и Кембридж. Я могу сказать, что мы нашли точки соприкосновения, но я знаю, что с ними очень сложно выстроить отношения. Но с Хэрриот Водт все было очень просто. Я не знаю, почему. Может, потому что мы лучше как чувствовали друг друга. Ну и, наконец, третий момент – это политика обмена знаниями, активная политика. Конечно же, мы поделились нашими процедурами, стандартами, каким образом мы работаем, какие есть различия, какие есть сходные позиции, потому что наш университет также является и предпринимательским университетом, и наша инновационная деятельность достаточно активна. Мой отдел маркетинга, в первую очередь, делал акцент именно на инновационной деятельности, но сейчас мы немножечко изменили акцент, изменили фокус и, главным образом, сконцентрированы на науке и образовании. И объясню, почему. Итак, ну, во-первых, я бы хотела сказать следующее. Инновации приходят через образование и науку. И когда Джон сегодня выступал, он как раз упомянул об университетской деятельности, что, как правило, университеты, основной их задачей является распространение знаний, обмен знаниями. В данном случае мы решили начать исследовательское сотрудничество с университетом Херриот-Водт, и когда их делегация приехала к нам, мы попытались выяснить, что у нас общего, в каких областях ученые могут найти общие точки соприкосновения, общие интересы. И мы увидели, что фотоник — это, наверное, самый лучший перспективный вариант, потому что, как вы видите, это наиболее актуально с точки зрения обмена информацией и знаниями. И, кроме того, у нас хорошо известные в мире профессора именно в области фотоники. Поэтому мы поняли, что это может быть действительно большой потенциал здесь. Далее у нас были всемирные чемпионы мира по программированию, поэтому информационные технологии и коммуникация также могли быть потенциально интересны для них, потому что все университеты, международные университеты заинтересованы в российских партнерах. Если они понимают, что это действительно стоит того, это мощный, надежный, сильный партнер. Что еще? Говоря о соответствующем опыте по участию в различных проектах, совместных проектах, я могу назвать программу «Юрика». Это программа в рамках UCLA, это программа университета Плифорнии в Лос-Анджелесе, так называемое расширение предпринимательской деятельности в рамках университета. И мой департамент в течение двух лет занимался, принимал участие в этой программе. Это, возможно, одна из причин, как вы видите, почему мы выбрали именно это направление. Были и другие программы, и, как вы видите, университет также активно принимал участие в подобном роде проектах. Мы поняли, что мы можем попробовать. Почему нет? Кроме того, важным моментом нашего сотрудничества являлась работа в продолжении проектов, потому что одним из требований Британского совета было участие третьего партнера, то есть расширение проекта. Мы подумали, что наши успешные возможности расширения могут сработать, и мы можем найти что-то совместное. И более того, мы организовали конкурс в нашем университете, и этот конкурс был организован в сущности зрения совместных проектов с университетом Херриот-Вод. Это так называемый конкурс «Биг Бэнк» для младых исследователей, для научно-инновационных проектов. И партнерами были вот эти компании. Одна российская и три иностранные компании. И все, кто выиграли этот конкурс, они поехали в Херриот-Вод на обучение, на тренинг. Потому что мы понимали, что для каждого студента, для каждого молодого исследователя действительно важно выйти на международную сцену, посмотреть, каким образом работают наши международные партнеры. Следующий слайд, пожалуйста. Другими партнерами со стороны индустрии мы можем представить следующий список. Это небольшие компании, которые основаны в нашем университете. В соответствии с этим они работают. Мы можем сказать, что, исходя из нашего первоначального плана, мы хотели провести тренинги. Мы разные тренинги организовывали, тренинги для студентов. И победители этого конкурса, собственно, отправились на несколько недель в Великобританию. Далее были совместные проекты, конкурсы по маркетингу и так далее. Далее у нас были различные исследовательские проекты. Я о них чуть позже упомяну в дальнейшем. И обмен знаниями. Относительно обмена знаний, я могу сказать, что инновации, образование, и эта сеть, которую мы основали, и затем Херриот-Вод стали членами, ключевыми партнерами Великобритании в рамках этого проекта. Это крайне важно. Итак, как вы видите, у нас было много программ по обмену. После того, как представители Херриот-Вод приехали к нам в мае, они лучше познакомились с нашими политиками, процедурами. И далее было решено понять, в каком направлении мы можем интересовать друг друга. Они встречались с различными представителями нашего университета. И уже даже в мае мы поняли, что мы можем делать вместе. Ну, конечно же, они понимали нашу региональную инфраструктуру, как мы работаем. Мы поняли, что наши схемы очень похожи. И после этого был организован визит делегации ИТМО в Херриот-Вод. Мы, соответственно, организовали конкурс. Он был конкурс по всей Шотландии, для различных университетов, молодых исследователей. Он включал различные тренинги. То есть мы увидели, что мы, оба университета, мы оба проводим конкурсы. И, соответственно, мы можем организовать совместные проекты в этом направлении. Но мы используем, конечно, различные методы для этого. Что еще? Мы обнаружили, что есть совместная работа с точки зрения малых предприятий и исследовательских проектов. Ну, например, профессор Алан Миллер, который является заведителем директора исследовательского направления, он приехал на конференцию по оптике, прикладной оптике, прикладной оптике, да. И после этого было принято решение начать различные программы по обмену студентов и так далее, и так далее. После этого наши исследователи посетили несколько недель назад Херриот Уотт и говорили уже о программах по обмену студентов и так далее. Далее мы приехали с Игорем в субботу, вернулись из Херриот Уотт. 15 наших представителей приезжали в Херриот Уотт на различные тренинги. Это был тренинг для студенческого союза. Они хотели понять, каким образом студенческий союз работает в Херриот Уотт. Эти деньги были предоставлены нашим университетом с гранта для развития студенческих союзов и связанных с ними организаций. Это где-то 800 тысяч фунтов. 8 тысяч фунтов, простите. 800? 800? Да, 40 миллионов. 40 миллионов рублей. Да, точно. 40 миллионов рублей. Также этот тренинг действительно помог нашим студентам, аспирантам, которые были заинтересованы в этой области, великие перспективные проекты. Они могли понять, как можно выйти на международный уровень, найти новые как исследовательские, так и бизнес-контакты. Конечно же, когда мы поняли, что у нас много общего, мы попытались найти и совместные источники финансирования. Мы размышляли о фонде Сколково, о европейском финансировании, потому что один из профессоров, Ифин Петелот, Херриот Уотт, он как раз уже получил грант в рамках Erasmus Mundus, и он был готов, и он обсуждал уже возможности с нашими исследователями, кто могут приехать в Херриот Уотт для подачи этих грантов. То есть они знали, на какие гранты нужно подавать, уже могли нам это подсказать. Конечно же, мы думали о программе Tempus и о грантах на поездки от королевского общества. То есть мы думали о разных возможностях, потому что вариантов очень много, но, возможно, так сказать, мы могли друг у друга научиться, какие еще могли быть дополнительные возможности, потому что есть многое, что мы могли делать вместе. Таким образом, конечно же, очень важным моментом на протяжении всего этого процесса была поддержка Британского совета. Конечно же, первоначальная поддержка на этапе подачи заявки, подготовка к подписанию контракта, соответствующая подготовка отчета. Все этапы были очень важны для того, чтобы этот грант действительно был успешным. Мы совершенно уверены в этом, потому что иначе без поддержки Британского совета ничего бы не произошло. И, конечно же, эти деньги, ну, такие уж и большие деньги, но, тем не менее, очень полезные деньги, помогли нам найти новых партнеров, совершенно новых партнеров, которых у нас раньше не было. Относительно исправления недочетов, могу сказать следующее. У каждой стороны были свои ожидания, надежды, и каждому пришлось столкнуться с какими-то трудностями. Каждый хотел получить быстро результаты. Но мы понимаем, что в каждой стране, в каждой культуре, в каждом университете не так все быстро и не все так гибко, скажем так. И поэтому необходимо адаптироваться, приспосабливаться, находить компромиссы, решать эти проблемы вместе. Что же касается других проблем, мы можем сказать следующее, что проще продлевать, конечно, существующее сотрудничество, чем основывать новое. Но когда вы находите нового партнера, то, понимаете, это новые возможности, новые перспективы, новые связи для совместных исследований и обмена знаниями. Потому что на этом уровне, на уровне обмена знаниями и научными разработками, это очень важно. Поэтому наши студенты активно принимали участие в этих проектах. Ну что еще? Могу сказать одно. Для небольших предприятий мы считаем, что, конечно же, программ недостаточно между Великобританией и Россией, которые позволяли бы развивать это сотрудничество в дальнейшем, предпринимательское сотрудничество. Ну, например, есть хорошо известный фонд Бартнекс, их программы. Я уверена, что все знают об этом. У них есть партнерство с Финляндией, с Германией, с Францией. А когда я задала Марклу Бартнену, а почему у вас, так сказать, нет этих грантов в Великобритании? Он сказал, что он пытался, я пытался, ребята, честно, приехать в Москву и в Россию. Ну, я имею в виду, так сказать, посольство Великобритании и в России, но они ничего не нашли такого, чтобы подыскать нам в качестве партнеров. Это действительно нужно. Я должна сказать, что обе стороны нуждаются в этом партнерстве, в этой поддержке. И мы надеемся, что эта проблема тоже будет в ближайшем будущем успешно решена. Касательно результатов, я могу сказать следующее. Результатов много. Ну, во-первых, у нас есть ключевые направления нашей деятельности, фатроника, инженерные технологии, информационные технологии, обмен знаниями. Мы подписали меморандум о взаимопонимании участниками проекта, обоими университетами. Есть совместные программы, совместные тренинги. В октябре мы подписали наш меморандум о взаимопонимании. Совместные тренинги проводятся и проводятся активно, я об этом говорила. Относительно программы дальнейшего сотрудничества, могу сказать следующее. У нас есть различные ожидания, есть краткосрочные, есть долгосрочные перспективы. В краткосрочной перспективе можно сказать, что совместные тренинги в нашей сеть новых проектах может быть ключевым фактором, как мы уже сегодня говорили, программ передачи и обмена знаниями. То есть эти тренинги могут действительно способствовать взаимодействию университетов и бизнес-партнеров. И мы считаем, что этот проект будет успешным в дальнейшем, он будет развиваться. Он позволит всем партнерам связать между собой студентов технических областей и экономики. различного рода консультации, совместные проекты. Кроме того, у нас есть русский английский веб-сайт в рамках этой программы. Наш университет оплатил создание этого веб-сайта и поддерживает его. И я думаю, что все будет работать. Относительно долгосрочных этот правил перспективы очень надеемся, что мы сможем организовать новый конкурс в Санкт-Петербурге и по всей Шотландии. Потому что в Питере у нас очень много университетов, и в Шотландии много чего есть. И есть совместные интересы в области информационных технологий, работники, наугиороботах, автоматики. Мы надеемся, что мы сейчас ищем деньги на реализацию этого проекта. Спасибо большое за внимание. И если есть вопросы, пожалуйста, я буду рада на них ответить. Большое спасибо. Это исследовательский проект или преподавательский? На что был сделан акцент? На образование или на науку? И в связи с этим следующее. Вы упомянули фирменсирование Евросоюза, Erasmus Mundus. И еще Вы упомянули Tempus. Почему Вы разделили их? Потому что и то, и другое относится к финансированию Евросоюза. Если Вы сконферировали на исследованиях, то зачем вообще Tempus? Это же советно-мунистерическое направление. Erasmus Mundus тоже не для исследований. Это для увеличения мобильности. Могу сказать следующее. Есть различные ключевые сервисы, все деятельности нашего университета. Исследование это важно, но это не единственное направление, в котором мы работаем. И в котором мы должны развиваться. Конечно же, студенты и образовательные составляющие очень важны, и поэтому у нас очень много студентов, и очень активная работа студентов в рамках этого гранта. Наш университет — это национальный исследовательский университет. У него есть различные ключевые интересы в инновациях образования и науке. И я думаю, что, это мое мнение, конечно же, что инновации будут следующим этапом после хорошего исследования и после хорошего образования. И вопрос связан с этим. Как вы понимали, у вас не было третьего партнера, у вас не было ни академического, ни промышленного, так сказать, участника из бизнеса. Я могу сказать следующее. Наше продолжение проектов с участием партнеров из промышленности — это наше малое предприятие, которое может быть успешной компанией. Эти компании используют профессиональные консультации от исследователей внешних, допустим, из Херритвот. Также некоторые из них интересуют российский рынок, поэтому это интересно. Итак, пожалуйста, можете более детально рассказать о ваших проектах в области исследований, разработок и даже производства, возможно. Что касается... Образовательного состава еще. Могу сказать все, что много тренингов, которые были организованы для наших студентов несколько недель назад, в частности. Это были студенты, которые занимаются инновациями, как представить проекты на международном рынке и так далее. Дальше был тренинг для студенческого союза. То есть задачами тренинга было понимание, каким образом работает студенческий союз с Херритвот. То есть студенты пытались, так сказать, воспользоваться этим опытом, обменяться им, поделиться. Далее был тренинг стороны Херритвот, это был вебинар. Там были наши представители. Наши представители принимали участие в этом вебинаре. Далее совместные проекты по маркетингу, инновациям и образованию. Этот проект означает, что у нас есть совместные области интереса. Эти области означают, что они привлекают своих ученых, молодых ученых, в частности, и молодых предпринимателей к этой площадке. Мы делаем то же самое с нашей стороны. И далее, после этого мы пытаемся, знать им возможность пообщаться, для того, чтобы они основывали совместные проекты, были совместные консультации между российской и британской сторонами. И, конечно же, эта сеть, это означает не только эти два университета, но гораздо больше университетов, гораздо больше учеников, потому что вся эта сеть означает, что у нас есть конкурс. У нас с обоих сторон есть конкурсы. Как я уже говорила, конкурсы не должны быть только... Это все начнется только в Стампетербурге, Шотландии. Если все будет успешно продолжаться, то это дальше пойдет и по России, и по Великобритании. Но почему бы не попробовать? Носительно инноваций, это был опыт, обмен опытом, новый опыт. Мы попытались найти совместные возможности. Мы изучали процедуры, политики, стандарты в обеих странах. Я ответила на ваш вопрос? Прекрасно, прекрасно, фантастика. Суперский. Итак, причина, почему мы хотели включить этот проект. Здесь другая причина. Она отличается от предыдущих. Я знаю, почему. А но вы услышали это в презентации. Почему вы думаете, мы включили этот проект, и чем он отличается? Что в нем было хорошо? Чем он хорош, этот проект? Нахождение нового партнера. Да, да, новый партнер, конечно. То есть, видите, они начали с нуля, с пустого места, ноль, ноль. Дырка от публика. И за 12 месяцев, смотрите, смогли вот такую презентацию нам сделать. Теперь по результатам работы. И опять же, это отнюдь не просто. Отнюдь не просто. Но они смогли сделать это посредством, так сказать, очень энергичного, динамического развития своих программ, для того, чтобы действительно выстроить доверие, понимание. Не то, что в рамках предыдущих проектов, потому что люди уже знали друг другу 5 лет или больше, партнеры имеется в виду, да. А они знали друг другу 5 минут. И кажется, это действительно сработало. Что еще здесь хорошего? Связь с другими проектами. Да, конечно. Вот эта сеть, создание спектра связей, контактов. И действительно, очень интересная работа была сделана в этом контексте. Совершенно очевидно. Что можно сделать за 12 месяцев? Это, наверное, не то, что можно сделать за 2 года, как в случае Миссиса и Кембриджа, или, допустим, в случае 5 лет, то, что мы услышали между Саратовым и Куин-Мэри Юниверситетом в Лондоне. Это только начало, первый шаг. Поэтому, если мы вернемся назад, помните мою машинку, параметры успеха, да? Мои разные машинки на слайде, видите, помните, да? Вот в конечном итоге, в результате этой схемы, возможно, это еще далеко не конец, да? Потому что я думаю, что вы еще только на полпути. Да, совершенно верно. Поэтому, пожалуйста, помните. Мы задавались изначально вопрос. Знаем ли мы, куда едем? Знаем ли мы наше направление относительно будущего партнерства? Да или нет? Как вам кажется? Ну, что вы увидели здесь? Ну, не знаю, не знаю. Ну да, конечно. Можно идти по разным направлениям, по пяти как минимум, да? И любой из них стоит того, заслуживает того. Но на данном этапе я не знаю, куда вы пойдете реально. Может быть, это прикладная оптика исследования и развития, разработки. Возможно, это, так сказать, студенческий союз, управление и так далее, и так далее, да? Потому что студенческий союз, Хэриот Вод, это будет возможность получения дохода, потому что это будет часть экономики колледжа, понимаете? Поэтому есть много идей. Они могут пойти любой дорогой, пока они точно не знают, куда им лучше вдвинуться. А причина, это почему? Потому что они не могут понять, кто будет за бензин платить. Мы пока еще не знаем, откуда придут следующие деньги, да, для следующего этапа. Вот в чем дело. И сейчас мы пока этого не знаем, да, насколько будет пассажир или второй водитель в машине, есть ли вам, который, допустим, представитель третьей стороны. Но вы уже нашли в Британии небольшую и среднюю компанию, которая ассоциирована с Хэриот Вод. Да, да, совершенно верно. Теперь что надо делать, и мы поговорим даже о том дальнейшем, это попытаться найти кого-то здесь, в России, для того, чтобы можно было посотрудничать, начать обмениваться неакадемическими аспектами. Ну, касательно академически, все уже там важно. На этом этапе я думаю, что они использовали свои деньги просто прекрасно, суперэффективно. Но сейчас вы на перекрестке, друзья мои, да. Можно пойти туда? А если так, кто партнер? Можно пойти сюда? А если так, то кто будет партнер здесь? Но, как кажется, у вас есть машина, у которой как есть минимум два водителя. Правильно? Но вы еще не знаете, кто еще там сидит у вас. Но мы об этом еще поговорим, да? Просто прекрасно, потрясающе. Сколько это? С шесть месяцев все было, да? Сколько у вас? Смотрите, все за шесть месяцев, честно говоря. Я принимал много участия в международных проектах. Тридцать лет уже в них кручусь. И двадцать лет я активно работаю в европейских проектах, проектах Евросоюза. Поверьте, они сделали больше за шесть месяцев, чем 99% европейских проектов. Эктоферазмус, Мундус Темпус, Эфи-7, Эфи-5. Все, все там ленивцы. Они за шесть месяцев просто революцию совершили. Да, ура. С вам не знаю. С вам понравилось. Продолжение следует...